Продолжение следует... В площади Якуба Колоса по проспекту Независимости от проспекта Независимости до Стеллы начали собираться организованные группы, которые выстраивались в цепочке, своими действиями препятствовали движению пешеходов, а также пытались под видом пешеходов, переходя пешеходные переходы, в основном нерегулируемые, препятствовать движению транспорта. Сотрудниками органов внутренних дел проводилась разъяснительная работа о нарушении действующего законодательства, а именно закона о массовых мероприятиях. Начиная с 19.00 до 0 часов примерно на вышеуказанных местах собралось около 2000 граждан. Сотрудниками милиции, еще раз повторюсь, активно проводилась разъяснительная работа. Многие граждане приняли этого внимания и начали расходиться по домам. Однако отдельные группы начали снова выстраиваться в цепочки, собираться в организованные группы, препятствовали движению как пешеходов, так и транспорта. Остановились около проезжей части, выкрикивали различные лозунги, тем самым провоцируя водителей, которые начинали сигналить. Сотрудниками органов внутренних дел проводилась разъяснительная работа, однако многие граждане на данную работу не реагировали. Пытались спровоцировать драку с сотрудниками органов внутренних дел. Было принято решение о пресчении данных правонарушений, а также о задержании активных участников. Многие из них оказали активное неповиновение сотрудникам органов внутренних дел. Большинство из них было доставлено в территориальное подразделение органов внутренних дел. В отношении 115 граждан, которые активно участвовали в несанкционированном массовом мероприятии, оказывали неповиновение законным требованиям сотрудников органов внутренних дел. В настоящее время составлены административные протоколы за нарушение закона о массовых мероприятиях, а также о неповиновении законным требованиям сотрудников органов внутренних дел. Все материалы направлены в суды города Минска и будет даваться оценка действиям данных лиц. Также хочу пояснить, на многих интернет-ресурсах появилась информация сразу, как только сотрудники органов внутренних дел начали пресекать данное правонарушение, что милиция задерживает простых прохожих. Хочу сразу пояснить, что сотрудниками органов внутренних дел были приняты все необходимые меры для разъяснения действующего законодательства. 14 числа на различных интернет-ресурсах, в интернете, а также на сайте МВД была размещена информация о том, что сотрудниками органов внутренних дел будет дана правовая оценка, во-первых, призывом на несанкционированные массовые мероприятия, а также будут приняты все необходимые меры для обеспечения охраны общественного порядка, а также защиты наших граждан. Однако многие граждане на это сообщение никак не отреагировали. Поэтому нами выставлялись сотрудники органов внутренних дел, которые объясняли гражданам, которые просто гуляли. Многие, кстати, я хочу пояснить, были с детьми, проходили, им приходилось переходить на другую часть дороги, потому что ее переграждали вот эти вот люди, которые организовывались в цепочке, в организованной группе, они просто перекрывали движение пешеходов. Людям мы разъясняли, все с пониманием, конечно, относились. Правда, многие возмущались о том, что почему из-за того, что кто-то хочет помитинговать, нам необходимо переходить на другую сторону дороги. При пресечении незаконных действий граждан, собравшихся в организованной цепочке, многие из них, как я уже сказал, оказывали активное неповиновение, а именно наносили удары сотрудникам органов внутренних дел. Хочу также пояснить, что сотрудниками милиции была проявлена сдержанность, даже несмотря на то, что наносились удары. Принято решение было о задержании, и, как я уже сказал, нарушителей доставлены в территориальные органы внутренних дел. В настоящее время, кроме 115 человек, которые были доставлены, в отношении которых составлены протоколы, нами проводятся мероприятия по установлению всех правонарушителей, и все будут привлечены к установленной законам ответственности. Кроме этого, как уже было заявлено Следственным комитетом, Управлением Следственного комитета по городу Минску было возбуждено уголовное дело по статье 342 Уголовного кодекса. В настоящее время проводится необходимое, неотложное следственно-оперативное действие, дается правовая оценка всем участникам. В настоящее время, я также хочу пояснить, что по данному уголовному делу уже установлены лица, с ними работают следователи. При пресечении незаконных действий сотрудники милиции также получили телесное повреждение. Именно шесть сотрудников в настоящее время обратились в медицинское учреждение, где им оказывается помощь. Четыре из них госпитализированы.